Всем привет! Друзья, вы, возможно, слышали о технике в психологии «Колесо жизни», которая помогает найти гармонию и баланс. Если вы хотите быть счастливым, но еще не знаете про этот метод, то это видео и для вас. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чайку-кофейку и позвольте себе расслабиться. Видео будет не коротким. Жизнь каждого человека имеет 8 основных сфер. Здоровье, работа, семья, друзья, отдых, саморазвитие, хобби и духовность. Это и есть «Колесо жизни». Дальше мы подробнее поговорим, что включает в себя каждая из этих сфер. Наша жизнь состоит из того, что мы делаем. Вы можете быть удовлетворены или нет своей жизнью в каждой из этих сфер от 0 до 10 баллов. Этот метод помогает понять, что вы хотите изменить в своей жизни, что вам нужно изменить в своей жизни, чтобы стать счастливым. Я предлагаю вам сделать для себя такое колесо жизненного баланса и посмотреть на свою жизнь как бы со стороны. Это не займет много времени. Делайте на скорую руку, тяп-ляп, что первое придет в голову. Как сделать? Возьмите тетрадь или просто лист, нарисуйте круг и разбейте круг на 8 секций, как пиццу. Каждый сектор – это одна сфера жизни. Заполните по этим 8 секторам свою жизнь, ситуацию на сегодня. Напишите дату на листе, когда вы делаете это колесо. Вы сами, наедине с собой, честно, оцениваете текущее состояние каждой сферы от 0 до 10 баллов. Где единица – это не устраивает вас ситуация. 0 – это ужас-ужер совсем. А 10 – все отлично, все прекрасно. Вы можете для наглядности все раскрасить цветными карандашами, выбирая цвета, какие вам нравятся. Заполняем субъективно, как вы ощущаете на данный момент. Что вам первое пришло в голову? Ваш бал – это удовлетворенность вами этой сферой на сегодняшний день. Я составила себе такое колесо жизни в конце лета. Ясно увидела, где у меня нет баланса. И осенью уже постаралась скорректировать сферы, которыми я была недовольна. И это уже второе колесо, которое я составила по итогам моей осени. И делюсь этим отличным просто методом с вами. Начнем со здоровья. Следить за своим здоровьем – сейчас всегда у меня на первом месте. Заниматься спортом, вовремя обращаться к врачу, правильно питаться, достаточно спать, следить за своей кожей и состоянием волос. Я понимаю, что это обязательная программа для баланса нашей жизни. Я обещала в этом видео расшифровать каждую сферу колеса жизни. Что же входит в сферу здоровья? Это самочувствие и оздоровление, своевременное обращение к врачу, спорт, сон, еда, опрятный чистый внешний вид, красота и энергия. Например, вы можете задать себе вопросы, они помогут вам при выставлении оценок в этой сфере. Как часто я болею? Обращаюсь ли к врачам? Правильно ли питаюсь? Довольна ли своим весом? Занимаюсь ли спортом? Крепко ли я сплю? Да, я, например, обращаюсь к врачу регулярно, если есть вопросы. Слежу за своим внешним видом, сном и диетой. Ложусь спать в одно и то же время. И за один час перед сном мы с мужем вместе смотрим какой-нибудь добрый фильм. Лично мне это дает необходимое ощущение спокойствия перед сном. Купила, кстати, постельное белье из мягкой теплой фланельки. Это чудо, как хорошо для зимней Англии и Европы. Кто живет здесь зимой, вы меня поймете. Теперь занялась диетой. После операции несколько месяцев назад я набрала лишние килограммчики. Ну и плюс пандемия, локдаун. Ну вы сами понимаете. Так что этой осенью я выбрала особый режим питания для себя. Делюсь с вами. Я стараюсь не есть 15 часов подряд в сутки. Ну не всегда получается, конечно. Срываюсь иногда. Но стараюсь, стараюсь. В первой половине дня ем все, что хочется. Ну разумно, конечно. А после ужина в 18 моя еда будет уже только утром в 9 часов. И после 6 часов вечера я могу себе позволить максимум яблока или какой-то другой фрукт, ягоды. Пью воду и ромашковый чай. Это такое легкое голодание происходит. Время от времени делаю день сельдерея для себя. Есть видео о моей сельдерейной диете здесь на канале, кому это будет интересно. Из спорта выбрала для себя велосипед. Тренировки 2-3 раза в неделю. После которого контрастный душ и ежедневные пешие прогулки. Быстрым шагом на свежем воздухе. Это дает мне заряд бодрости, радости и энергии. Эндорфинчики выделяются. Вот оно счастье. Кстати, очень хорошее особое упражнение, как найти энергию, тоже есть в одном из моих видео. Особенно это упражнение помогает уставшим глазам. Рекомендую. Если вы еще не видели и вам это интересно, я оставлю все ссылочки внизу в описании под этим видео. Хорошо бы еще научиться избегать стресса. Возбужденное состояние нашей психики. Психика возбуждается тогда, когда мы не согласны с чем-то внутри нас или чаще вне нас. Надо помнить, что внутри нас целый мир. И знакомство с этим миром внутри нас поможет снизить уровень стресса благодаря большей осознанности. Найдите тоже подходящую для вас физическую активность, пробежки, скандинавская ходьба, плавание, йога, танцы или что-то другое. Выберите то, что больше подходит вам и от чего вы получаете удовольствие. Найдите людей, с которыми вам хорошо и спокойно. Как говорят, надо найти своих и успокоиться. И замедляйтесь периодически. Делайте паузы, slow living. Например, слушайте пение лесных птиц. Ссылочка на видео с этими прекрасными звуками в течение одного часа. Тоже оставлю ниже в описании. Я, например, включаю это видео с прекрасным пением птиц каждое утро выходного дня. И мой дом наполняют эти счастливые оздоравливающие звуки. Очень рекомендую. Вы почувствуете, как хорошо это гармонизирует атмосферу вокруг вас и наполняет вас позитивной энергией изнутри. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы заботитесь о своем здоровье и что самое трудное оказалось для вас в этой сфере. Вторая сфера. Что такое работа? Это то, что вам приносит деньги. Это карьера, финансы, бизнес. Хорошо, когда работа – это ваш выбор. Хорошо работать там, где вашу работу ценят и где вы получаете достаточные деньги, оплату за ваш труд. Это сфера о финансовом достатке. И если этого нет, то тоже трудно говорить о жизненном балансе. Однако субъективно вы будете себя более счастливым чувствовать, если вы занимаетесь тем видом деятельности, который вам нравится. Вы сами выбрали эту работу по желанию, а не устроились хаотично, куда попало, куда смогли или куда только взяли. Вы активны на своей работе, принимаете сами решения и отвечаете за них. Вам доверяют и не контролируют каждый шаг. Вы испытываете вдохновение. В этом случае вы будете получать удовлетворение от работы. Это важно. Я, например, очень люблю свою влогерскую работу. И в октябре мой канал «Ольга Горова на Британии» вышел на новый уровень. Я набрала первую тысячу подписчиков и четыре тысячи часов публичного просмотра. Этого уже было достаточно, чтобы стать полноценным партнером Ютуба. Ура! Я так счастлива! Спасибо всем, дорогие мои подписчики, мои зрители, за вашу поддержку и интерес. Я счастлива, что нашла здесь друзей и единомышленников. Возможно, вам помогут следующие вопросы в самоанализе в сфере работы. Приносит ли работа удовольствие? Является ли работа моим призванием? Достиг ли я профессионализма? Живу ли я в достатке? Есть ли увеличение дохода за последний год? Правильно ли распределяю свой бюджет? Сколько источников дохода на данный момент у меня? Занимаюсь ли благотворительностью? Третья сфера. Семья. Здесь мы рассматриваем отношения с самыми близкими. Это отношения с партнером, родителями, детьми, близкими родственниками. И даже отношения с самим собой сюда можно внести. Любовь, семья, родители, дети или партнерские отношения. Все мы взрослые люди и близкие отношения. Каждый выбирает для себя те, которые вам подходят, которые радуют и развивают вас. Ясно одно, что сложно жить счастливо, если в этой сфере нет любви и заботы друг о друге. Семья – это где вас любят. В свои 50+, я понимаю, как же важно вовремя осознать эти ценности в жизни и находить время, хотя бы на пару минут набрать номер родителей и спросить, как дела, здоровье, что ты сегодня ела, мамочка, или доченька, как настроение. И будьте снисходительны к мелочам. Всем любви и терпения. Жизнь, она такая короткая. Берегите и радуйте своих близких. Я, например, ставлю себе 10 баллов в этой сфере. Я живу в качественно глубоких, удовлетворяющих и развивающих меня отношениях с моим мужем. У меня добрые, заботливые отношения с моей мамой и моей взрослой дочерью. Ровные, уважительные отношения с зятем, с семьей его родителей, а также, с другой стороны, всеми детьми и внуками моего мужа. Здесь создалась полная гармония и в нашей большой семье. Все это требует заботы, работы, и все это меня радует. Вопросы в помощь вам в сфере семья. Какие у меня отношения с собой, с родителями, со второй половинкой, с детьми? Четвертое. Друзья. Здесь все понятно. Вы отдаете частичку себя другу, а взамен получаете удовлетворение от сопринадлежности к таинству дружбы. В этой сфере мы рассматриваем не только одного близкого друга. Друзья. Это могут быть и старые хорошие друзья из детства и юности. Это может быть хороший коллектив на работе, который вам нравится. Это и дружественные отношения с родственниками. Например, вы близко дружите с вашей кузиной или с дядей, тетей. Главное, что вы чувствуете удовлетворение от этой дружбы. Итак, сфера друзья – это и близкие друзья, и приятели, и вообще ваше окружение. Коллеги, соседи, дальние родственники, социум вокруг вас. Это социальные круги. Окружение нас формирует. Человек равен среднему арифметическому его друзей и окружению. Если у вас нет друзей, и эта сфера совсем проседает, вот вам в помощь формула для начала формирования своего круга. Найдите 1 третью друзей ниже вас по уровню жизни и статусу, 1 треть равную вашему уровню, и 1 треть выше вас по достатку уровню жизни и статусу. Этой осенью в сфере друзья у меня случилось радостное, ценное пополнение. Меня нашла моя кузина, которая тоже живет в Лондоне. Благодаря сайту 123andme 123andme мы узнали, что мы дальние родственники. Встречаемся сегодня с Олей. Родственницы мы, да? Ну мы давно нашлись. Какие-то кузины нашлись на этом замечательном сайте 123andme Так, и вот Лондон встречаемся за чашкой кофе. Первая разница. Если вам интересно, мой опыт нахождения своих корней, происхождение, родословный, напишите, пожалуйста, в комментариях. И я тогда сделаю видео об этом удивительном опыте. Это можете сделать и вы для себя и найти своих родственников по ДНК, которые живут теперь в разных странах мира. Напишите, если это интересно. Мы уже несколько раз этой осенью встречались с моей кузиной за чашечкой кофе в любимой лондонской кафешке на высоте птичьего полета. Ее тоже зовут Ольга. И мы примерно одного возраста. Ольга – профессор математики в одном из лондонских университетов. И мы очень счастливы, что нашлись. И каждый раз не можем наговориться. Оленька, если ты меня смотришь, я очень-очень рада тебе, как моему новому другу и как члену нашей большой семьи. Мы на Уксфорд-стрит с Олечкой. Ты чаек. Так, она чаек взяла с вкусняшкой. Да. С какой-то вкусняшкой. Так, а у меня кофе. Кофе. И здесь у меня хани. Лед. Так, водичка. И посмотрите, какая красота загнала. Уже готовится к Новому году, к Рождеству. Хотя еще ноябрь. Хотя еще ноябрь. Место встречи изменить нельзя. Это же прекрасная кафешка. Здесь вот все открыто. Это на верхнем этаже Джон Луис. Высокое здание. Сейчас еще утро. Народа не так много. Через часочек здесь будет уже много народу. Это Олечка. Мы дальние родственники. Нашлись в Лондоне. Нашли много общего. Мы чувствуем, что мы родственники. Да. И вот уже не первый раз встречаемся в этой чудесной кафешке в Лондоне на Оксфорд-стрите. И сейчас будем с удовольствием проводить выходной. Болтать. Потом, может, шопингом займемся. Сходим. Вот. И всем приятного выходного. Ой, вот так вот. А сейчас будем пить кофе. Вот такой шикарный кофе. А Олечка будет пить чаек. Это был настоящий подарок Вселенной. Хоть в моей матрице по дате рождения и нет восьмерок, но я развела в себе этот канал, собственный канал общения со Вселенной на исполнении желания. Это действительно работает. Вопросы в помощь по сфере друзья-окружения. Какие отношения у меня с родственниками, с коллегами, партнерами по бизнесу, с соседями? Есть ли у меня друзья? Пятое. Отдых обязательно должен быть в нашем колесе жизни. Не допускайте опасных переработок, которые приведут к выгоранию и потере здоровья. Регулярно позволяйте себе полноценно отдыхать. Если ваша жизнь состоит только из работы и бытовой активности, это неправильно. Вы будете ощущать этот дисбаланс. Отдых – это индивидуальное ощущение, что для вас есть отдых. Это могут быть регулярные прогулки, путешествия, походы, поездки, развлечения, чтение книг и журналов, активный отдых на свежем воздухе, паузы за чашечкой кофе, расслабляющие ежедневные, просмотр фильмов, посещение концертов, да просто посмотреть на прохожих из окна. Кому-то даже помогает легкий дневной сон. В Англии это называют вздремнуть по-кошачьи. Легкий короткий сон. Другим же помогает медитация. Издавна известно, что важна смена деятельности. Знаете анекдот? Идет сосед и видит, как великий мыслитель Платон лежит. Он спрашивает у него, отдыхаешь? Нет. Работаю. Идет обратно и видит, как Платон копает. Работаешь? Нет. Отдыхаю. Структурируйте свою жизнь, чтобы в течение дня делать паузы релаксации. И в конце дня обязательно позвольте себе расслабиться и обнулиться. Вы напряглись, хорошо поработали, а потом устраиваете себе отдых, чтобы расслабиться. Это хорошо. Следите, чтобы эти волны были и в течение дня, и в конце рабочей недели, и в конце месяца, и года. Структурируйте, планируйте и позволяйте себе расслабляться. Вопросы в этой сфере, которые вам помогут. Что доставляет мне настоящий отдых и расслабление? В течение дня, в конце дня, в конце недели, и в отпуске. Какие места мне хотелось бы посетить? Интересно ли я провожу праздничные дни и выходные? Напоминаю, дорогие мои зрители, подписывайтесь на мой позитивный познавательный канал, кто еще не подписан. Мы говорим здесь о разных интересных вещах, которые помогают нам познать себя, развивать себя, помогают улучшить нашу жизнь и найти радость в этом непростом мире. И пусть даже если за окном темно и туманно, но внутри тепло и светло. Шестая сфера колеса жизни – саморазвитие. Это любые виды деятельности, которые улучшают сейчас и или в будущем улучшат качество вашей жизни. К саморазвитию можно отнести учебу, повышение квалификации, личностный рост, реализацию потенциала, освоение любого нового навыка. Изучаете иностранный язык? Прекрасно! Проходите курсы по вождению автомобилем? Здорово! Занимаетесь спортом в тренажерном зале? Отлично! Составляете и анализируете свое колесо жизни? Честь вам и хвала! Личностный рост, развитие себя, как личности, ум, навыки, знания, привычки, характер, чтение книг, забота о своем внешнем виде. Например, даже актуально обновить свой сезонный гардероб, сходить в салон к парикмахеру и сделать модную стрижку. Все это требует времени и усилий. Но все это необходимо делать и можно отнести в сферу саморазвития. Главное, как настроиться? Настраивайтесь на саморазвитие, как на один из способов получения удовольствия. Не думайте, например, о шопинге, как о тяжелом труде или скучно проведенном времени. Настраивайтесь на радость от обновки. И вот и гормон дофаминчик выделился счастья. Если вы идете в магазин с кем-то, то еще и получаете удовольствие и от общения. И пусть сезонные покупки поднимают вам настроение. Мы, например, купили вот такие куртки безопасности для велотренировок сейчас. Они светятся при недостаточном освещении. Ну, красота же! Красота! Идем дальше, потому что... Да? Ты готова? Если с деньгами порядок, думайте о самореализации и предназначении. Ставьте цели и идите к ним. Вот дополнительные вопросы по самосовершенствованию и личностному росту. В чем я успешен? И на что я способен? Что мне не хватает еще для полного счастья? И как я могу этого достичь? Какие конкретные шаги мне нужно сделать для этого? Есть ли у меня ощущение полноты жизни? У меня, например, в сфере саморазвития 10 баллов. Я занимаюсь саморазвитием постоянно. Наверное, благодаря этому я написала и защитила в свое время трудоемкую кандидатскую диссертацию на стыке наук филологии, психологии и философии. А один из недавних результатов я получила паспорт Великобритании этой осенью. Через 7 лет проживания здесь в Лондоне я отношу это тоже к моим достижениям в сфере саморазвития и улучшения моей жизни. Для этого нужно было выучить, издать английский язык, историю страны, культуру и социальное устройство общества Соединенного Королевства. Церемония натурализации проходила в октябре онлайн из-за ковида. Проверка. Проверка в связи. Та-да-да. 11 часов утра. My British citizenship ceremony 2021. Завтра у меня церемония на получение гражданства Великобритании. Волнительный момент. Через 7 лет это случилось. Очень волнуйся. Вот фрагмент того дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Добавил субтитры DimaTorzok Теперь я начала учить французский. И первый урок с мотивацией, и второй урок с грамматикой уже опубликованы на моем канале в плейлисте «Французский для себя». Присоединяйтесь все, кто пожелает учиться вместе всегда веселее. Седьмое. Хобби. Это любое занятие в свободное от работы время, которое вам приносит удовольствие. И вам за это не платят. То есть вы делаете это только ради своего удовольствия. Хобби – это ваши любимые действия. Рисование картин, съемка фотографий, садоводство и цветоводство, написание прозы, стихов, песен и их исполнение, Игра на музыкальных инструментах, ведение дневников, вязание и шитье, лепка из глины, разные поделки самоделки, грибная охота, кулинария, пение в хоре, танцы и так далее. Все это дает вам энергию и округлость к лесу жизни. Мое хобби – это фотография, грибная охота, немного покулинарить и посадовничать. А какое хобби у вас? Любимые занятия? Поделитесь в комментарии, пожалуйста. Восьмая сфера – духовность. В целом, это когда человек испытывает радость или одухотворенность от понимания смысла жизни. Смысл жизни в самой жизни, чтобы жить в согласии с собой и миром, жить счастливо и помогать в первую очередь тем, кто рядом. Духовность – это и когда вы находитесь в процессе поиска смысла жизни, и когда уже нашли его для себя, пусть даже и временно. Дорогу каждый выбирает для себя сам. Помните гениальные строчки Юрия Левитанского, на стихи которого Булата Акуджава написал песню? Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителю, пророку. Поиск смысл жизни может быть и через рождение детей и их хорошее воспитание в любви. Есть путь и через творчество, через реализацию себя как личность. Есть путь и через религиозный опыт, или мистический, или через гражданско-социальную деятельность, через идею. Есть путь через помощь сообществу и тем, кто нуждается в вашей помощи, и вы, возможно, ощущаете с ними духовное родство. Духовность – это ваши мысли, душевное состояние, мировоззрение, миссия, эмоции, творчество, внутренний мир и спокойствие ума. Если не можешь изменить обстоятельства, измени отношения к ним. Искусство жизни в том, чтобы научиться принять то, что невозможно изменить, и найти с помощью колеса жизни то, что можно и нужно менять, чтобы в настоящем и будущем вам стало лучше. Дополнительные вопросы для составления вашего колеса жизни в сфере духовности. Во что я верю? Что является для меня духовной основой? Насколько раскрыт мой творческий потенциал? И совет. Спрашивайте себя, для чего я здесь, в этом мире? И отвечайте – для радости. Для радости. Как вести диаграмму колеса жизни? Субъективно человек будет ощущать себя счастливее, чем более выровнены будут все сферы его колеса жизни, чем меньше будет провалов между сферами. То есть, например, если вы поставили себе по всем сферам примерно 5, 6, 7 баллов, или по всем сферам 3, 4 балла, или 8, 10, то вы будете себя лучше чувствовать субъективно, чем если у вас в каких-то сферах 0 или 1, а в каких-то сферах 10. Потому что жесткий большой перекос по сферам говорит о том, что ваша жизнь дисгармонична. Если ваша диаграмма колеса жизни дисгармонична, есть большой перекос по сферам, это значит, что вы слабо управляете обстоятельствами вашей жизни. У вас, скорее всего, низкий уровень осознанности, и вы избегаете анализировать и осмыслять какие-то неудачи или сферы, где вы не преуспеваете и загоняете лишь себя в тревогу и депрессию, и чувствуете себя несчастным. И это путь получить тревожно-депрессивное расстройство. Вы удивитесь, как все это покажет вам колесо жизни. Поэтому сделайте для себя этот полезный тест «Колесо жизни», такую самоэкспресс-диагностику, сейчас, после просмотра этого видео, и потом прибегайте к этой методике периодически. Если баллы в какой-то сфере низкие, то в вашей жизни создается дисгармония и перекосы. Обратите особое внимание именно на эти сферы. Это и есть главный источник неудовлетворенности на сегодня. Развивая эти сферы, вы улучшаете общее ощущение благополучия. Даже если в какой-то сфере вы очень развиты, например, в работе вы поставили себе 8-9-10 баллов, но у вас совсем нет семьи и друзей 0-1 балл, скорее всего, вы не будете счастливы, потому что нет баланса в вашем колесе жизни. Счастье – это когда колесо стремится к ровности, к балансу. Колесо должно катиться. Чтобы ваше колесо стало круглым, нужно выровнять те сферы, которые в данный момент провалены. Для этого вам предстоит перераспределить свое время и внимание. Возможно, придется временно уменьшить важность одной из сфер и сделать что-то для выравнивания западающих сфер. И еще один важный момент. Чем больше видов занятий пересекаются в нескольких сферах жизни, тем вы счастливее. Придумайте себе такие занятия. Например, у вас есть традиция. Вы приглашаете всю семью или своих соседей и вместе лепите пельмени или суши. Потом вместе все это пробуете за дружным столом, играете в какие-то игры, проводите интересные психологические тесты, как, например, вы найдете тесты у меня на канале, поете песни или вы собираете вместе грибы в лесу, а потом устраиваете пикник. Все эти занятия пересекаются сразу в нескольких сферах. Посмотрите, это и отдых, и здоровье, и семья или друзья, и хобби. То есть комплексный вид деятельности, который дает вам удовлетворение и дает баллы сразу в 3, 4, 5 сфер колеса жизни. Это будет идеально. Например, мой вид деятельности, ведение своего канала на YouTube. Я отношу к подобному комплексному виду деятельности, которые есть и работа, и хобби, и саморазвитие, и духовность. И я нахожу много новых друзей здесь, и это меня делает очень удовлетворенной и счастливой. Еще пример. Так сферы хобби, отдых, здоровья, друзья могут объединять виды деятельности, как сходить на концерт, в музей, или устроить интересную вечеринку. Развивайтесь в том, что вы очень любите. При этом постоянно пробуйте новое. Выходите из зоны комфорта. С возрастом нам все сложнее это делать и мотивировать на новое. И приходится себя порой настраивать. Например, я сделала эту мотивацию в решении изучать французский язык с нуля. Итак, колесо жизни – это прием, который вам помогает понять, что вы хотите изменить в своей жизни прямо сейчас. Для видео я выбрала классическое колесо баланса жизни, которое имеет 8 секторов. Итак, мы с вами разобрали здоровье, работа, семья, друзья, хобби, отдых, саморазвитие, духовность. Эту технику придумал американский психотерапевт Пол Джамайер. И это один из самых известных методов анализа текущего состояния жизни – мгновенный срез. Но эти сферы могут так или иначе варьироваться. И вы можете сами определить, что у вас должно быть в каждом секторе для полного вашего счастья, так как колесо жизни должно олицетворять именно ваше представление об идеальной жизни. Поэтому и набор ценностей, сфер у каждого человека может быть свой. Я в следующий раз, например, добавлю сферу домоводства в свое колесо жизни. И, возможно, объединю в одну сферу отдых и хобби. Потому что домашние дела, домохозяйство, ведение дома, как угодно это назовите, но это особая работа и работа большая. И к сфере работа, к которой относится деятельность, приносящая деньги и дающая социальную самореализацию, домашние дела не относятся. Но их же необходимо делать. Мы бесплатно готовим еду, убираем дом, моем полы, сантехнику, окна, посуду, стираем, пришиваем пуговицы, подшиваем занавески, чиним и ремонтируем, ходим за покупками, дачные дела и так далее. И мы очень хорошо понимаем, что это часто обесценено домочадцами и воспринимается как норма. Поэтому я думаю, что домашнюю работу, домоводство в колесе жизни нужно вывести в отдельную сферу. И тогда потраченные на нее силы и время будут видны наглядно. Вот видно, что это классическое колесо жизни составлял мужчина, а не женщина. Правда? Домоводство здесь не включено. Но мы можем включить домашнюю работу, домоводство в наше колесо жизни. Я именно так в следующий раз и сделаю. И так как большую часть домашней работы обычно выполняют женщины, то они смогут отследить и осознать перевес, понять, что нужно больше делегировать и вовлекать мужчин и взрослеющих детей в домашние дела, чтобы не сталкиваться с разочарованием и выгоранием и высвободить время из силы, например, для хобби и отдыха. Можно расписать все обязанности по дому на бумаге и потом обсудить и разделить их между членами семьи. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Согласны ли вы с этим? Следует ли включить домоводство в колесо жизни? Да, жизненный баланс это когда вы удовлетворены всеми сферами вашей жизни и их динамикой в вашей картине мира. Удовлетворены означает, что вы довольны ситуацией на сегодня и темпом ее развития. Если же вы расстроены текущей ситуацией, но видно, что дела идут вверх, то лучше успокоиться и наслаждаться подъемом. Дорогу осилит идущий. Балансируйте свое колесо жизни, но помните, идеальный круг, идеальные секторы только в идеальном мире. Однако, если вы хотите быть счастливым, вам нужно иметь в своей жизни на регулярной, повседневной основе много полезных и приятных дел, занятий, привычек, которые будут наполнять вашу жизнь пользой, смыслом и удовольствием. Каждый день хорошо быть увлеченным-вовлеченным в одно-два занятия, которые доставляют вам радость и когда вы испытываете ощущение удовлетворения от жизни, которое постоянно есть на заднем фоне. Итак, давайте сделаем колесо жизни или, как мне нравится еще называть, колесо счастья. первое, нарисуйте и заполните колесо баланса в вашей жизни прямо сейчас. Проведите еще и арт-терапию, то есть самостоятельно добавьте разные цвета и тем самым вы узнаете и эмоции, которые вы испытываете в каждой сфере и проведите себе самодиагностику. Второе, потом еще раз пересмотрите это видео, так как оно очень информационно насыщенное и если у вас остались вопросы, то многое станет понятно, когда вы будете пересматривать и вникать еще и еще раз. Поверьте, оно того стоит. И третье, начните развивать те сферы жизни, которые у вас отстают, проседают. Это будет непросто в начале, потому что как раз привычки подсказывают нам, что хочется продолжать развивать именно те сферы, которые и так у нас переразвитые, то есть свои сильные стороны, поэтому внимание придется удерживать целенаправленно и прилагая усилия. Но предупрежден, значит вооружен и у вас все получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с хорошими людьми. С вами Ольга Горова, мы познаем себя и делаем нашу жизнь интересной и счастливой, добра вам и счастья во всех сферах жизни. До скорой встречи! Пока-пока! Идем дальше? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok